Так, первое катание, с чего мы начинаем? Конечно же, с разминки и надевания защиты. Потом мы надеваем ролики, это самое важное. Как они должны быть надеты? Во-первых, затягивать их сильно нельзя. Во-вторых, их нужно затягивать настолько, чтобы они нормально держали ногу. Как это должно быть? Вот, примерно вот так. То есть, больше они не должны ходить в стороны. Если у вас, конечно, модель фитнес, то может быть чуть-чуть больше, но... Если ногу не держат, первое, что нужно, шнурки завязать покрепче. Это самое безопасное, потому что бакли, они могут перетягивать ногу. Вот у меня сейчас еще можно затянуть, но я этого не делаю. Я примерно вот просто знаю, что нога там фиксируется. Верхняя бакля тоже самое, ее лучше вообще сильно не фиксировать, потому что у вас нога будет неметь при катании. Это очень плохо. И после этого встаем, чтобы начать свое катание. Держимся руками за лавочку, вот так вот чуть-чуть вперед баланс переносим, можно встать. Можно как-то боком встать. То есть, вот так, одной рукой придерживаться. После этого идем тренироваться, начинать первые шаги делать. Так, с чего можно начать свою первую тренировку? Во-первых, вспомните стойку, самое главное, перед тем, как вставать. После этого сделайте базовое такое упражнение, привыкнуть к роликам, просто поразъезжайтесь так. Не знаю, я сейчас качусь, но вы же должны выбирать площадку без уклонов, поэтому вы катиться не должны. Следующее, что можно сделать, это походить. Становитесь елочкой и просто делайте шаги. При этом концентрируйтесь, чтобы у вас баланс переходил полностью на ногу. То есть, вес, вес на одну ногу. Это очень важно. Для чего это нужно? Чтобы привыкнуть балансировать на одной ноге. Следующее, что вы можете сделать, делать лучше на газоне, наверное, шаги в стороны. Это делается для того, чтобы еще больше привыкнуть на одной ноге стоять. Это нужно для того, чтобы вы впоследствии ехали не как новичок с такой развалочкой, который ничего не может делать, а чтобы нормально отталкивались и проезжали на одной ноге. Потому что впоследствии вам это пригодится для того, чтобы тормозить самый важный навык, который нужен роллеру, без которого нельзя выезжать в город. После того, как вы походили елочкой, некоторые делают это и назад. Наверное, надо тоже прокачивать, но сложновато, скорее всего, будет. Пытайтесь на газоне, если что, все это повторять. Если у вас нормальная, не такая утоптанная земля, потому что там вы будете все равно катиться. После этого, как вы научились так примерно баланс удерживать, мысленно понимать, где там что находится, по центру колес нагрузки у вас, сделайте следующее упражнение. Ставьте эту ногу, она у вас будет отталкиваться, и эта нога будет ехать. Что вы должны сделать? Чуть-чуть упасть вперед, при этом колени больше согнуть, чем обычно, и оттолкнуться этой ногой и наклонить корпус вперед. При этом нога под вами находится, на ней будет вес. Просто раз оттолкнулись и подставили вторую. Вот тут несколько вариаций. Для меня лично сейчас, я же умею кататься уже, мне просто делать, вторую ногу подставлять на носочке. Вы можете делать, как будет получаться. Главное, чтобы вы поделали это упражнение, желательно делать и одной, и второй ногой. То есть, сделали отталкивание, проехались, остановились, сделали другой ногой. Следующее упражнение, елочка уже нормальная. Не упражнение, а уже отталкивание. Самое, что иное, есть отталкивание, которое вы будете использовать для катания. Вы должны понимать, что вы всегда едете вбок. Отталкиваетесь вот так вот. Во-первых, можете начинать с базового уже расшагивания, начинать так идти, 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 а потом чуть-чуть катиться. Но при этом пытаетесь прокатиться как можно дольше. То есть, сделали одно отталкивание, прокатились, подставили ногу, едете. Потом отталкиваетесь второй. Первое отталкивание делаете, просто взяли скорость. Потом вбок отталкиваетесь, еще раз вбок. И пытаетесь вес на одной ноге держать все время. То есть, чтобы проехать как можно дальше. Следующее упражнение, которое вы можете делать, это полулимончики. Отталкивание делается одной ногой. На второй вы едете, и при этом как можно сильнее их сгибаете, сгибаете, чтобы начать движение. Просто присели, оттолкнули с пяткой и ведете носочек по дуге, чтобы он у вас шел вовнутрь потом. Это тоже базовое отталкивание, которое можно использовать при катании. Делаете на обе ноги это упражнение. Вес при этом остается на ведущей все время. На эту ногу почти не даете вес, только когда отталкивание, вот самые там процентов 20, проходит нога. И после этого весь вес на левой ноге. Следующее упражнение, очень важное, это семечка или капля воды, клинбэндит. В общем, как оно делается? Вы снова же становитесь в такой вот стойке, V, и пытаетесь оттолкнуться пятками, при этом носки сводите. Делаете семечку. Раз, и остановились. Можно ехать назад, но, не знаю, получится у вас или нет, по крайней мере пару раз вперед лучше так сделать. Хотя бы там 10 раз вот так вот проедьтесь вперед. После этого, скорее всего, можно уже начинать назад даже. Очень важно делать нагрузку именно на пятки, выдавливаться именно ими. И сводить носки. Это все, это основа этого упражнения. Больше ничего знать не нужно. Чтобы поехать обратно, просто отталкивайтесь носочками и пятки сводите. То же самое, только вот наоборот. Поделайте такие упражнения вперед-назад, и вы будете идеально чувствовать ролики. Главное, не забывайте чувствовать, как вы это делаете. Концентрируйтесь максимально, чтобы именно пятки отталкивались и именно носочки. И сводить тоже их не забывайте, потому что разъедутся ноги, и вы упадете. Неприятно причем, на шпагат какой-нибудь. Если у вас нет такой возможности, то вы еще и растянете что-нибудь или связки проведете. И одно из самых важных упражнений, особенно для городских условий, самокат. Плюсы его в том, что вы едете, отталкиваясь одной ногой, едете, занимая меньшее расстояние, то есть меньшую ширину. Если у вас дорожки узкие, или вы едете среди людей по мосту, где разгоняться нереально, то это вас спасет. И этот навык поможет вам почувствовать разгон и больше ехать расстояние на одной ноге. Начинаем. Просто отталкиваемся вперед, как можно сильнее сгибаем колени перед этим, подставляем ногу, проезжаем. Потом ногу поднимаем и отталкиваемся. Просто поднимаем, или можете ее как-то, не знаю, завернуть не получится у вас. У вас нет рокеринга, поэтому только подъем, подставление и после этого отталкивание. Как вы уже поняли, это упражнение тоже нужно делать и одной ногой, и второй, чтобы запомнилось. Можете делать даже с чередованием. Конечно, чередование лучше делать, когда вы уже и то, и то умеете хорошо. Если у вас одна нога встает, делайте ей больше, чтобы все было идеально. Потому что одна нога встанет, вам еще ехать, дорога узкая. Лучше, чтобы обе ноги это умели делать. И в целом у вас будет контроль роликов значительно больше. На этом все. До следующих выпусков. Следующие будут развороты, повороты, просто повороты. Увидимся.